В начале нашего благословенного месяца Рамадан, правительство Великобритании, потрясло мусульманское сообщество потрясающим заявлением, которое застало всех врасплох. В то время как мусульмане по всей стране привыкают к ритму поста и много размышляют, этот неожиданный сюрприз вызвал у нас предвкушение и любопытство. Это момент, который наверняка войдет в историю Рамадана, который запомнится надолго, наполненный сюрпризами и неожиданными поворотами, благодаря любезности правительства Великобритании. Правительство Великобритании заявило в воскресенье, 10 марта, что выделит 117 миллионов фунтов стерлингов на усиление безопасности мечетей и других мусульманских объектов, включая школы и общественные центры, по всей стране в течение следующих четырех лет. Обязательство Министерства внутренних дел прозвучало на фоне резкого роста числа инцидентов на почве ненависти к мусульманам в Соединенном Королевстве с октября прошлого года. «Антимусульманской ненависти абсолютно нет места в нашем обществе», заявил в своем заявлении министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. «Мы не позволим использовать события на Ближнем Востоке как предлог для оправдания жестокого обращения с британскими мусульманами». Группа под названием «Отслеживание антимусульманских нападений» заявила в прошлом месяце, что за короткий период, в четыре месяца, она зарегистрировала 2010 инцидентов на почве ненависти. По словам группы, это было самое большое зарегистрированное количество случаев за четырехмесячный период, включающие ужасное поведение, угрозы, нападения, вандализм, дискриминацию, разжигание ненависти и антимусульманскую литературу. Как заявил Джеймс Клеверли, обещанные деньги будут потрачены на меры безопасности, включая сигнализацию, заборы и камеры видеонаблюдения. Выделенные денежные средства обеспечат британских мусульман уверенностью в тот момент, когда она крайне необходима. Братья и сестры, проблема исламофобии в правительстве Великобритании была предметом беспокойства и дискуссий. Было много случаев, когда отдельные лица в правительстве выражали исламофобские взгляды или показывали дискриминационное поведение. И, следовательно, возникает ощущение маргнализации и преследований, что приводит к восприятию плохого обращения и манипуляций по отношению к мусульманам. Но также важно реагировать на такие инциденты и работать над поощрением инклюзивности и уважения ко всем сообществам в политической сфере. Улучшение отношения к мусульманам и раскрытию их возможностей в Великобритании является общим стремлением многих. Способствуя взаимопониманию, содействуя многообразию и активно решая проблемы дискриминации и неравенства, Великобритания может стремиться к созданию более инклюзивного и справедливого общества, в котором все люди, независимо от их веры, чувствуют себя ценными и уважаемыми. Тем не менее, мы ждем и надеемся, что обещание, данное мусульманам, будет выполнено в полной мере. Братья и сестры, а что вы думаете об этом большом шаге правительства Великобритании по обеспечению безопасности мусульман? Думаете ли вы, что это изменит их нынешние отношения и принесет обещанный ими так называемый баланс? Дайте нам знать в комментариях ниже. Кроме того, помогите нам выполнить наши обещания тем, кто в этом нуждается, своей щедростью. Давайте объединим наши пожертвования для людей, спящих, будучи голодными. Нажмите на ссылку в описании, чтобы получить награду от Аллаха. Пусть Аллах облегчит ваш пост, увеличит вам барракад и благословит вас изобилием в этот Рамадан. Амин. Давайте в этот священный месяц Рамадан окажем нуждающимся в свою поддержку и помощь. Не упустите этот Рамадан. Все отчеты на указанных ниже страницах в описании.